Сегодня в подмосковной деревне Буньково началось путешествие длиной в 40 тысяч километров. Участники российской кругосветки на вертолетах планируют за 45 дней пересечь все климатические зоны и насладиться самыми красивыми панорамами северного полушария, включая Норвежские фьорды, Сибирскую тайгу, Камчатские вулканы и воды Трех океанов. Те, у кого нет денег на вертолет в полтора миллиона долларов, смогут это увидеть в вертолетном роуд-муве. На одном из двух Робинсон Р-66 вместе с экипажем летит режиссер и актер Дмитрий Кубасов, который во время кругосветки будет снимать документальный фильм. Экспедицию проводил Гарри Книгницкий. Вот мы пройдем таким зигзагом по Европе. Зигзаг нужен, чтобы удлинить маршрут. Он должен быть не короче тропика Рака. Это почти 37 тысяч километров. Таковы требования Международной авиационной федерации. А участники этой кругосветки планируют преодолеть где-то 40 тысяч километров. Над Норвегией, Данией, Португалией, Британией. Потом самое сложное. За один перелет до Канады и США из Европы не добраться. Поэтому Атлантику придется пересекать, прыгая с острова на остров. Для вертолетов это единственный способ пересечь океан. Здесь есть где заправиться. Сначала будут Фарерские острова, потом Исландия, потом Гренландия. К вылету готовятся эти два Робинсона-66. Без дозаправки они могут пролететь тысячу километров. С отказавшим двигателем где-то полтора. Но при этом, оказывается, как и любой другой вертолет, спланировать и приземлиться. На языке авиаторов это называется авторотацией. Каждый человек, который получает у нас свидетельство частного пилота, он обязан не погибнуть в случае отказа двигателя. А тут не просто пилоты. Асы Дмитрий Ракицкий, Александр Курылев, Вадим Мельников и Михаил Фарих за десятки лет налетали столько, что хватит не один раз обогнуть земной шар. Теперь им предстоит сделать это за 45 дней. Единственная нация, ну может еще и евреи, которая разделена границами, это авиаторы. Вот мы хотим, чтобы наша нация могла общаться, ее члены между собой без границ. Пятый участник кругосветки – режиссер-документалист Дмитрий Кубасов. Все предлагаем обстоятельства для того, чтобы фильм был интересный, есть, потому что очень интересны герои. Это очень важно, потому что герои делают фильм. В общем, камера, мотор начали. Робинсоны отрываются от земли. Для кругосветного путешествия не самые комфортные машины. Зато довольно неприхотливые, говорят пилоты. Если в какой-нибудь Гренландии вдруг возникнут перебои с керосином, спасет даже автомобильное дизельное топливо. Вот два вертолета, взлетевшие с площадки Буньковой, берут курс на Псков. Там экипажи пройдут таможню. Уже сегодня планируют перелететь в Тарту. А завтра предстоит перелет на мыс Нордкап Норвегии, самую северную точку Европы. Ребята, спортивно проводили. Всего доброго. На связи. Счастливого и удачи вам. Гарри Книгницкий, Роман Кулаженков, Егор Литвинов, Валерий Кожин. НТВ. Московская область.